Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о плодовых образованиях. Что такое плодовое образование на дереве? Это та часть растения, на которой формируются цветковые почки. Нужно сказать, что у косточковых и у семечковых плодовые образования все-таки отличаются. Например, у косточковых, в частности у черешни, плодовые образования представлены в виде букетных веточек. Вот они, обратите внимание. На небольшой ножке сгруппировано несколько крупных округлых почек, которые несут в себе цветки и листья. Такие почки, такие образования, они обычно занимаются исключительно плодоношением. В центре их иногда располагается небольшая ростовая почка. Вот вы можете увидеть. У нее заостренный верх. Вот. Здесь, смотрите, как хорошо видно. Она даст листики, которые будут кормить эту букетную веточку. Если мы обрезаем веточку черешни на букетную ветку, укорачиваем, мы фактически останавливаем ее рост. Той вегетативной почки, которая находится в центре букетной веточки, обычно не хватает для того, чтобы дать побег в продолжение. Обратите внимание, перед вами побег вишенки с такими вот комбинированными почками. Когда на побеге располагается в одной точке и цветковая, вот они по бокам, и посередине одна вегетативная. При обрезке на нее мы получаем и цветки, и побег в продолжении. Нужно сказать, что у разных сортов вишни различных групп, то же самое кустовидной, древовидной, почки отличаются. Одни вишни склонны к образованию букетных веточек, другие несут цветковые почки на приросте прошлого года, точнее, в виде таких вот комбинированных узлов. У сливы формируются как букетные веточки, так и небольшие, небольшие ветки, несущие одновременно и цветковые, и ростовые почки. Они обычно характеризуются очень слабым ростом и заняты в основном плодоношением. При обрезке на нее ростовая почка дает побег в продолжение, но, правда, сила роста у них обычно небольшая. Также на побегах у сливы встречаются одновременно и ростовые, и цветковые почки. И на них можно спокойно обрезать. Обратите внимание, вот почка ростовая, а вот комбинированная. Вот здесь имеется почка цветочная и почка ростовая одновременно. При обрезке на нее она даст и цветок, и побег в продолжение с листьями. Пожалуй, самым большим разнообразием плодовых образований отличаются семечковые культуры – яблони и груши. В частности, мы сейчас с вами перед яблоней колоновидной, которая очень плотно покрыта самыми разными плодовыми образованиями. В частности, плодушками, кольчатками, копьицами и прутиками. Что такое плодовый прутик? Это небольшая веточка, которая несет на своей вершине, верхушке, хорошо развитую цветковую почку. В зависимости от того, какой длины веточка, соответственно, различает либо копьицо, либо прутик. Плодухи, плодушки, кольчатки – это короткие, такие вот корявые, многолетние. Видите, каждая из этих полосочек, она соответствует какому-то периоду роста дерева, возраста его даже. Плодовое образование, которое несут исключительно функцию плодоношения. При обрезке на них дерево останавливает рост, может только разбудить какие-нибудь спящие почки, если они здесь рядом находятся. Но вызвать развитие мощного ростового побега из кольчатки, плодушки или плодухи практически невозможно. Кстати, почему кольчатка? Потому что она покрыта колечками, многолетними колечками, отпечатками, почечными рубчиками за период жизни всего этого плодового образования. Вот здесь, видите, молоденькие плодушечки, совсем несколько лет. Со временем они разрастаются, образуя сильно разветвленные плодухи. Кстати, их тоже можно обрезать и даже нужно обрезать, омолаживая таким образом. От их количества зависит урожай. Чем их больше, тем урожай, соответственно, выше. Нужно сказать, что иногда присутствует заблуждение у некоторых садоводов, что это якобы дикие почки, их нужно урезать. И люди срезают их, фактически лишая себя урожая. Так делать не стоит. Наоборот, плодушки, кольчатки нужно всячески беречь, оставляя их на дереве. Удаляя только в том случае, если они заболели, либо они мешают, находятся в условиях неблагоприятных, то есть затененные, и не могут реализовать свой потенциал. У некоторых сортов деревьев, склонных к перегрузке урожая, рекомендовано даже удалять частично плодовую древесину, чтобы дерево не перегружалось, не перетруждалось, а формировало хорошие, крупные, качественные плоды. Потому что, если это не сделать, то плодов мы получим много, но качество их будет, к сожалению, низкое. Мы можем видеть хорошо развитую плодушку у груши. Она уже начала ветвиться, множество складочек от предыдущих лет жизни. Она несет исключительно только цветковые почки. Ее основная задача – это цветение, плодоношение и урожай. Еще одно плодовое образование – это плодовая сумка. Обратите внимание, пожалуйста. Это такое крупное утолщение, которое действительно по форме напоминает сумочку или мешочек. Некоторые пугаются и говорят, ой, это, наверное, какая-то болезнь. Нет, это всего лишь одна из форм плодовой древесины. Она тоже несет на себе обычно цветки. И вот здесь вы можете видеть, что остались следы от прикрепления плодоножек. Но она также несет на себе плодовая сумка и почки вегетативные, которые потом дают побеги продолжения. И уже в дальнейшем она может либо заложить новую плодовую сумочку, либо продолжить рост и стать обрастающей веточкой. То есть не нужно пугаться, если обнаружили вот такие вот толстенькие разрастания у себя на деревьях. Это норма, это правильно. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Протсветания вам и вашему саду. И до новых встреч.